Гонки в гору все участники состязаний уже преодолели. В рамках финального этапа чемпионата России прошла и эстафета, победителем которой стала команда Удмуртии. Её представлял и участник Лондонской Олимпиады Евгений Печенин. Спортсмен взял бронзу и в олимпийской дисциплине. Теперь Евгению нужно показать достойный результат в Кубке России, чтобы хорошо завершить сезон. Приехали сюда с чемпионата мира. Ещё успели в Турции гонки проехать. Выступил хорошо. Заработал рейтинговые очки международного уровня. Настроен в любом случае должен быть. Ещё раз говорю, у кого-то, смотря какие задачи, конечно, я буду бороться. Основная сборная команда нашей страны сейчас выступает в международных гонках за рубежом. Спортсмены набирают зачётные очки, которые необходимы для участия в Олимпиаде. А в этих турнирах своё мастерство демонстрирует молодёжь. Мы их просматриваем, надеемся на них. Надеемся, что будут они себя проявлять с самой лучшей стороны. И мы будем им в этом помогать. Мы уже здесь провели ряд блоков, очень важный для нас. И все те спортсмены, которые себя здесь проявили, они уже получили дипломы, медали, кубки. И всё, в общем-то, отрадно. Первенство России проходит среди байкеров в возрасте 15-16 лет. Ребятам нужно как можно быстрее проехать несколько кругов четырёхкилометровой трассы и показать лучшее время по сумме всех дней турнира. Сегодня и завтра пройдут третий и четвёртый этапы по многодневной гонке среди юношей и девушек. Также состоятся старты среди спортсменов категории «Элита». Они поборются за Кубки России в олимпийском виде программы «Кросс-кантри». Итоги всероссийских соревнований по маутинбайку будут подведены 22 сентября.